Конституционные реформы и институты гражданского общества, предложения и рекомендации. Круглый стол на эту тему был инициированным Национальным центром по правам человека, Ассоциацией ННО и Институтом государства и права Академии наук. Цель мероприятия – организация регулярного диалога членов Конституционной комиссии по правам, принимаемым в Узбекистане, по принципу общества, инициатор реформ, с представителями институтов гражданского общества, академического сообщества и аналитических центров. Принцип «Общество, инициатор реформ» позволяет создать емкую и действенную площадку для диалога на всех уровнях, начиная от населения и представляющих их интересы институтов гражданского общества, академического сообщества и заканчивая аналитическими центрами. И немаловажно, что данный круглый стол преследует цели наладить системный подход к рассмотрению очень важного для каждого узбекистанца вопроса осуществления конституционных реформ. Своего рода центром притяжения многочисленных предложений наших граждан в данном контексте является Конституционная комиссия. Было отмечено, что сюда буквально ежечасно поступают практические предложения от широкой общественности по совершенствованию основного закона. Каждый такой сигнал тщательно изучается и в случае своей актуальности обсуждается как раз в рамках подобных мероприятий. Напомним, что состав Конституционной комиссии представляет собой депутатов, сенаторов. Важное место в этом процессе занимают неправительственные некоммерческие организации, тем самым поднимая значение и усиливая роль институтов гражданского общества. Приоритетными направлениями реформирования остаются принципы обеспечения человеческого достоинства в неразрывной цепочке человек-общества-государства. Ведь в Конституции не может быть никаких нюансов. Все должно быть выверено и четко. Чтобы подтвердить созданный реальный механизм обработки этих предложений, хотел бы остановиться на двух созданных группах. Первая группа непосредственно занимается принятием этих предложений, она их сортирует, обрабатывает. А вторая, самая главная группа, она экспертная группа, которая анализирует эти предложения и рекомендации на основе соответствия нашему законодательству, кроме того, международным стандартам в области права, и дает свое итоговое заключение. В ходе круглого стола была озвучена следующая мысль. Гражданское общество следует рассматривать как важнейшую конституционно-правовую категорию. И признание идеи гражданского общества на конституционном уровне само по себе во многих отношениях символично. Это имеет отношение и к статусу, и к вопросам развития правового государства. Заслушаны предложения представителей региональных негосударственных организаций, которые были обобщены и представлены в Конституционную комиссию.